Сегодня у нас прощенное воскресенье. Так принято, что мы просили прощения друг у друга. Неформально надо осознать, а именно виновно. В чем поступили неправильно. Я, как говорю, с детьми занимаюсь, мне всегда нужно, чтобы родители были здесь. Во-первых, это по закону так положено. А во-вторых, ребенок многое забывает. Не на том даже он фиксирует внимание. Вы знаете, в школах везде как-то проявляются таланты. И вот есть у меня близкий знакомый, он директор 68-й школы был, очень близкий мне знакомый, просто хороший. И он написал учебники, он занесен в энциклопедию государственной безопасности. Торшин Виктор. Сейчас он на пенсию ушел. И он написал учебник об уровне воспитания. Уровень идет на низшего. Вот он пока не учится как следует. Он на двойке, его надо поднять, надо об этом не заботиться. А который хорошо знает, он сидит и глазами хлопает, а ничего не может. Надо сразу проявлять его. Да, он уже знает это дело. Пересаживайте в другой класс, на класс высший. Вот был такой Костик Елизаров. Он за год, а пошел он на сколько-то года на четыре, наверное, позже. Какая-то у него причина была такая. Он сидел, такая дылда. Ну, у него маленькие ребятишки, он на диме такой возвышается. Учитель задает вопрос, скажите, вот килограмм ваты и килограмм железа. Что тяжелее? И все кричат, железо, железо. Ну, килограмм. Ну, тут-то больше, а там меньше только где-то. Он говорит, в скорой перестали смеяться. Он в течение там полгода прошел три класса. И далее он зашел в свой, обогнал дальше. Ну, и мы знаем, что из него получилось. Это уровень воспитания включает в себя рассмотрение талантов. Надо видеть даже. Человек, если ясное дело, что он идет выше этой программы, ему надо подкладывать дальше, чтобы он поскорее переходил дальше. Тут писали про двух близнецов и девчонок. Они в 15 лет обе закончили с красными дипломами университета. В 15 лет. У них все уже было закончено. Они поступают в другое. Ну, это другое. Меня интересует вопрос духовный. Вот надо научиться смотреть и видеть в детях проявление притягательности к небесному. Дано им это или не дано? Избрание совершилось или не совершилось? А это может определить только человек, который сам это получил. Я всегда этот вопрос задаю. Из Потерявки приезжают. Ну, кто больше с детьми занимается? Учителя. Я задаю вопрос. Ну, дети-то там мало их. В ком вы видите избрание? Что это избрание их Божие. Что у него тяга, у него страх Божий. Не так, что родители ушли в пол, а он залез в холодильник и там в молотное все слопал. Она приходит ко мне, мать. Она такая, одна мать. Она говорит, я не знаю, что это сделать. Он лжет и все. Ясное дело, что-то не то. Но надо увидеть в чем именно. Я начальник детского лагеря, 40 лет. Я опираюсь на свой опыт. Дети, они замечают. Всем дал задание вокруг рвать траву. Каждой келью. Они рвут. Потом подходят и говорят, а вот этот-то не рвет. Трава, что делает? Он, говорит, там в траве засел, говорит, склонился и сидит. А вы же его не накажете. Ну я и не знаю. Я подошел потихоньку сзади. А он сидит и букашку смотрит. Муравей там букашку тащит к себе. Но он не рассчитал и не может утащить. Он что-то дал сигнал. Еще два мураша подошли. Они ее опрокинули. И на салазках, а на спина у нее гладкая, они потащили ее в норку. Я потихоньку попятился, отошел. Он работает, его не надо трогать. У него наклонность будет, вот может быть, биологию. Мы собираем малину. Ну что собирают-то? Рассыпались и собирают. Собирают. Надо набрать, что с молоком, либо дети малину. Опять подошли. Все собирают, а вот этот-то не собирает. Он как? Он по одной ягодке в рот берет и там поет. Так, отойдите оттуда. Я потихоньку подкрался. Что же он там поет? Он ягодку берет. Святые, Боже! Ягодку берет. Святые, крепкие. Святые, бессмертные. Я потихоньку в кустах отполз опять. Вернулся, не трожьте. Он работает. Он работает за всех нас. Мы наберем. Этот момент нельзя пропустить. У меня близкий очень человек. У нее четыре сына. Уже все выросли. Ну, очень близкие. Но мне хочется узнать, как у нее там дети. Ну, скажи, а в ком ты видишь вот настоящее проявление тяги к Богу, сродство? И что мне мать ответила? А что смеяться-то? То есть, ни в ком она не видит. И она посчитала насмешкой мои слова. Это плакать надо уже сегодня. Надо научиться вот видеть это избрание. Если нет, то я всегда переворачиваю. А ты как думаешь? Ты о себе. Мое избрание было явлено для всех. Вот все вокруг меня, которые люди будут, домашние скажут. И всем это было явно, что со мной что-то не так. Почему? Я не переносил ложь. Брат лжет. А я стою, у меня слезы текут. Как же так? Я его люблю, выдать я его не могу. И в то же время я боюсь, бьюсь за него. Вот в детях нужно это подметить. Нет этого развить, подтянуть. Потому что, да, может быть она где-то какие-то премии брать, вырастет. Все. Страха Божия не будет. Любить Богу не будет. Не совершится это избрание. Имя не будет записано на небе. Зачем родился? Вот сейчас, я не знал даже этого, везде, везде готовятся к войне. И в автобусах, когда едешь, ну там какие-то объявления, требуется ухаживать за детьми и там прочее. А сейчас именно что нужно делать в начале войны? В автобусе просто титрами бежит. Нужно то-то, у детей что-то там были записки. Вы сейчас постарайтесь все заготовить. Сколько сахара, хотя бы первое время. Которые живут на этажах люди, что будет. Найдите, где место вам в деревне можно будет спрятаться. Идет подготовка. И усиленно это официально. Официально в автобусах государственных. Уже на неделе приехали. Это, конечно, хорошо. Но будет суд Божий. Написано, не страшитесь. Я сегодня скажу для взрослых это. Заложите это в детях. Ожидание перемены во мне было заложено. Лично во мне заложено было матерью. Сынок, ты можешь умереть. И Бог уже за гробом тебе не даст покаяния. Но она своими словами выражала, потому что Евангелие не знала. Это вот на занятиях в детей надо вложить. Не голову только набить. Чтобы у них такое было желание угодить Богу. Я его избранник. Я не могу Бога огорчить. А в Боге видеть всех ближних. И вот сегодня прощенное воскресенье. Где обижали? Дети они, бывает даже ненароком, обижают. Это особенно удобно проверять родителям, когда они ложатся спать. Ну, я говорю на собственном опыте. Это самый удобный момент. Вы сейчас ложитесь спать. Златоуз говорит, многие не проснулись. Ну, дыхательная система там где-то не сработала. Это маленький и большой умирает. Так, ангела огорчали где-то. Сейчас ложишься спать, ангел будет тебя охранять. Говорит, распростер свои крылья. Ты никого не обидел? Чтобы они осознали это, что я не имею права засыпать, потому что в другой комнате ребенок спит обиженным мной. Там родители, а может где-то в другом месте. И тогда с ребенком нужно помолиться. Заложить вот этот страх и желание родителям увидеть избранищество. Потому что ты не просто родила, а ты граждан на небо ведешь. Вот в это впрощенное воскресенье, я сегодня, вчера об этом размышлял и думаю, ну, родители-то все хотят, чтобы дети были в раю, а не в аду. Это понятно. Но это закладывается именно сейчас. А в каком возрасте? Одна кормит ребенка. Я зашел, жена священника. Я говорю, а почему девочка не в платочке? Ну, у кого там крохотулька такая? А сколько ей возраст? Да два месяца. На два месяца уже опоздала. От грудей матери. И заметьте, от утру бы матери давить постоянно, а избранищество. От утру бы матери. Что она должна напевать, когда еще он не родился? Что, какие звуки слышать, как у овечки? Вот это вот. Сегодня мы будем просить прощения друг у друга. Вы как-то ребенка расшатать на это. Чтобы он припомнил, кому он доставил неприятность. У кого нужно попросить прощения. В первую очередь, конечно, это перед родителями. И с ними это сегодня до сна, заранее, хотя бы за час дома. Начните эту беседу. Давайте припомним. Ну, а ты ему помоги. Мать, ты видел, что ты делал как? Ну, отец подскажет ему там не так-то. Давайте вместе разберем, почему ты так сделал. Почему? А что в них заложить? Ну, мы слышали это уже. Что мальчик, это главный в семье. Он самый маленький у них. Это самый главный будет. Чтобы у них было особое почтение, сохранить его, защитить. Вот для того, чтобы пожертвовать собой. А в него заложить такое, что это твои сестры. Ты обязан их сохранить. Сохранить, в первую очередь, целомудрие. Соломудрие, слово вложить надо в детей. А сегодня целомудрие, целомудрие, они даже не понимают ничего этого. Чтобы они стыдились и никогда никому не заходили без родителей. Там погибают. И это все заложить сегодня. Ты дала на кассу, он не выполнил. А ты сделай разбор. Почему он так сделал? Ведь родители все, что говорят, говорят для того, чтобы дети не погибли. Как они огорчают их? Представьте, остаться без родителей. Как? А тут сейчас разрабатывается именно так. А ребенок остался без родителей. А вы проигрываете эту ситуацию. Уже заранее заложите. Где он жил? Какие-то телефоны. Телефоны родственников. На кого могли бы выйти? Да не одну записку, а две, три. Да еще какую-то там с пресежкой сделай. Но ребенок потеряется. Или он совершенно беспризорно никому не нужен. Или можно будет созвониться. Вам это не трудно вообразить-то. Вас нету в один день. Что будет? Это нам говорят люди. Я это все поставил на форум. Если зайдете там на Третья мировая война. В этой графе она там пятая, кажется, строка на первой странице. О нас заботятся. И вот тогда потеряевка будет востребована. А как нужно объединяться? 70-100 человек примерно. А как делать ограждение? Где-то если в лесу. Что в это время будут гулять банды. Банды будут все наводнять. Это всегда было смутное время. Как защитить все от них? Воровать будут детей сплошь и рядом. Это сегодня все. Это вот в автобусах, везде уже начинают. В газетах, в интернете везде говорят. Вы прорабатываете с детьми. Вот это экстремальная ситуация. Мы в лагере. Ну просто оврал. Тревога. Пять ударов колокола на нас напали. И начинаем сразу проигрывать. Пожар. Как тушить? Каждый хватает песок. Кошмар. Прикрываем. Посторонний кто-то пришел. Как нам? Да если все дети данного бросят, то отбрасывает их. И дальше все-таки мы его победили. Победили, связали. А дальше уже милиция и прочее. Бандит залез. Вы дома проигрываете ситуацию такую, что грех подступает к ним. Если зайдешь с автоматом, то, ясно дело, не спасешься. Но не согрешить. Быть верным Господу. И вот Златоуст об этом говорит, пост будет идти. И он дам для того, чтобы мы из поста вышли другими. А мы просто пищу поменяли и думаем, что мы постим. Это не пост. Чтобы в нас начались перемены быть. Не радуйся, половина поста прошла. Радуйся, половина грехов отошла. Когда пост кончится, мы должны быть другими. Любить друг друга больше. Любить Господа. Часто не бывает так, что ребятишки бегали, у тебя играли. Хорошо, если свой дом. Прибежали. Ну, до обеда еще. И к родителям, к матери кому. Давай помолимся, мама. Вот я когда вспоминаю, такие случаи были. Это от Бога. Тем более, если один ребенок начинает где-то проявлять желание помолиться, вот самое главное закрепить его на этом. Покажите, ты всегда можешь найти уголок. Место, где, ну, другой играет, она уроки выучит, а ты свободен. Помолись за всех. Чтобы у него была тяга к Богу, закрепись вот на этом месте, где он молится. Как говорится, где интимная встреча. Кто из детей, когда просил родителей, мама, ты на молитву когда встанешь, ты меня ночью обязательно разбуди. Сегодня дети так спят, я даже не думал, по щеке, водой пресни, как на плечо бери, он не может проснуться, он мертвый совершенно. Это абсолютно ненормально, это любой психолог скажет. Их надо настроить на то, чтобы внутри у них было желание к встрече с Господом. Чтобы смерти они не боялись. Вот как мусульмане воспитывают. Как воспитывают? Они маленькие такие, они уже с автоматами ползают, с кинжалами. У них другое. У нас одно. Как проявить любовь в последний час к врагу? Не думайте, что это слишком рано для детей. Это не рано. Завтра будет поздно. Вас не будет, их никто этому уже не научит. Я даже не думал сегодня вам сказать, но ради прощенного, простите меня. Я у вас тоже прошу прощения. Потому что кто в лагере был, может быть, более обижен. С Богом. Сейчас батюшка, наверное, придет к Богу. Сейчас, сейчас, объясню. Сейчас у меня это у нас коротенькое будет. Давайте помолимся. Дядя Игнатий вступление сделал. Сейчас там уже часы дочитают, и мы пойдем в храм. Сейчас уже скоро петь начнут. Давайте помолимся. Господи Иисусе, Христе, имя Божьей, благослови наши занятия. Вы поняли, прощенного, сына? Поняли? Все? Не, не. Что не поняла? Задавай вопрос. Что это такое? Вот с завтрашнего дня начинается пост. Великий пост. Все знают, что завтра? Да. С завтрашнего дня уже начинается Великий пост. И сегодня, накануне поста, так принято, попросить у всех, у друг друга, у священника прощения. А особенно важно попросить прощения у тех, кого вы обидели, если, или с кем-то у вас какой-то конфликт был, или неприятность какая-то была. Подойти и попросить у этого человека прощения. Понятно? Все вспомните, должны были накануне уже все это повспоминать хорошенько. Где кого? Если этого человека здесь нет, позвоните этому человеку и скажите, попросите прощения, примириться перед началом поста. В пост все должны будем сходить на исповедь, на исповедь и причаститься. И чтобы быть примиренными и с людьми, и с Богом примириться, чтобы никаких не было огорчений, нужно вот сегодня попросить прощения. Все помнят, как мы просили прощения? Помните, как мы подходили? Сначала подходили, делали земной поклон. Помните, кому Илья делали первый земной поклон? Батюшки. Батюшки. И говорили, что? Батюшка, простите меня ради Христа. Так. При этом не креститься, да? Когда на батюшку не надо креститься. Просто поклонились, сказали, простите меня Христа ради. А потом? Потом, ну, ко всем людям стоящим в нами. Тоже попросить братья и сестры, да? Все вспомнили? Каждый год мы так поклонились. Ну, сегодня это будем делать? Да. Ой, земной. Земной поклон. Ты умеешь земной поклон делать? Мама, а что говорить надо? Ну, сейчас Ливия сказала, ты не запомнила? Сначала батюшка сказать, батюшка, простите меня Христа ради. А потом ко всем людям сказать, братья и сестры, простите меня Христа ради. Угу. Ты запомнила? Ну, там много... А нужно креститься, а потом поклониться? Нет, не надо креститься. Лера, Лера, там все будут говорить это много-много раз. И ты запомнишь, пока будешь стоять, ты это запомнишь. Понятно? И что нужно? Земной поклон, дева. Не просто земной поклон, а искренне попросить у всех прощения. И отдельно подойти попросить прощения, если кого-то ты огорчила. Сначала поклон, а потом просить прощения. Нет, сначала сказать, а потом поклон. Все, не отвлекай. Так, что мы почитаем? Чудеса Господни почитаем. Или жития цветов, или в Библии что-нибудь почитаем. Да, жития. Жития опять хотите, жития? Да. Поздравилось? Да. Вернись и пришел, и попросил на воскресенье. У нас только занятия дядя Игнать сейчас провел. Так. Последнее житие, о чем мы читали? Про Алексея Божьего Человека. Алексей Божий Человек, правильно. Последнее житие, Алексей Божий Человек. Вкратце, кто может рассказать, в чем его было, ну вот, почему он святой, Ефросинья? Он смирял свое тело, он был богатый и уехал. Добровольно, да? И смирял свое тело, да? Так, ты сказала, еще кто добавит? Он уехал в город Ефтесу, и в храм, где находился неракотворный образ Иисуса Христа. И там жил, прожил 17 лет. Потом Панамарь услышал, что... Ну, это ты подробно рассказываешь. Уже запели, нам уже идти надо. В чем весь смысл его? Вот разные святые. Кто-то стал мучеником за Христа, да? Хранил веру и не отказался от нее, и мучен был до смерти. А Алексей Божий Человек, как он пред Бога угодил? Смирял свое тело. Что, Левия? Он смирял свое тело. Он был сыном богатого человека, но добровольно уехал в чужой город, и там смирял свое тело. Смирял свое тело, жил в бедности. Помните, что он превратился буквально в старика, да? Его даже не узнали посланники, что он сильно стал хуже, ну, взрослее себя выглядеть, потому что все время сидел на солнце, питался только там сухим хлебом и водой, хотя мог себе позволить. Ему подавали, и когда вот было видение, ему даже милостыню богатую могли подавать, но он добровольно отказывался, он эту милостыню собирал и раздавал другим нищим. А сам продолжал жить, он ни одежды не менял своей, ничего. То есть такое богоугодничество. И это не просто вот он, свое тело как йоги, да, там как-то, он при этом все время находился в непрестанной молитве, он все время молился. И еще 17 лет прожив в доме, когда его даже били, и как-то там что-то, какие-то унижения он терпел от слуг, он не признался, что он был сыном этого богатого господина, да, который был приближен к оператору. Он в этом не признался и продолжал жить в смирении, в таком, вот так он угождал Господу. Это вот его такой буть. Это не значит, что вы сейчас все должны сбежать из дома, как Алексей Божий человек, и где-то на вокзале жить, да. Это уже не то будет. Все, пойдемте в храм, уже поют. Стойте рядом с Верочкой. Рядом с Верочкой. Рядом с Верочкой. Рядом с Верочкой. Благослови, Душа моя, Господа, благослови мне сей Господи. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое, Благослови, Душа моя, Господа, И не забывай всех воздаяний Он, очищающегося беззаконие Твоя, и исцеляющегося недуги Твоя.